Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди. Спасибо вам за такую бешеную активность в последние дни. Тем не менее, все мы знаем, кто такой Помплиана, известная фигура в криптовалютном мире, популярный аналитик, у которого 328 тысяч читателей в Твиттере. Около 18 часов назад он опубликовал видео про Путина и Биткоин, которое почему-то, к моему удивлению, за два года так и осталось незамеченным. Всего лишь 5000 просмотров, при том, что на канале, где оно было опубликовано в 2018 году, почти 9 миллионов подписчиков. Это, кстати, канал НТВ. Спасибо Помплиану, что дал этому ролику второе дыхание, по крайней мере на англоязычное пространство. И его увидело уже более 200 тысяч человек всего лишь за 18 часов. Помплиана пишет, если это видео реальное, оно показывает, насколько хорошо понимают биткоин самые влиятельные люди мира. Следующая резервная валюта не будет контролироваться каким-либо отдельным национальным государством. Знаете, интересно, спустя два года после этого видео заметить, как меняется риторика государства. Мы тоже об этом поговорим. Два года назад, по словам Путина, своей криптовалютой у России не может быть по определению, как у другой любой страны. Центробанк считает, что криптовалюты не могут быть средством платежа или накопления. Это было в 2018, а в 2020 уже даже США разрабатывает цифра доллар. А по всему миру появляются ритейлеры, которые с удовольствием принимают биткоин в качестве оплаты. Например, у нас в Украине большая сеть магазинов официальной техники «Цитрус» принимает биткоин. На самом деле, достаточно странно, что мы не так часто видим, как политики такой мировой известности вообще говорят о биткоине. Ну, кроме Трампа, который написал известный твит. «Я не фанат биткоина и других криптовалют, которые не являются деньгами, чья волатильность крайне высокая. Они все основаны на воздухе. Нерегулируемая криптовалюта может стать причиной незаконной деятельности, такой как, например, наркоторговля». Во-первых, даже представить, чтобы Трамп говорил честно и прозрачно о криптовалюте сложно. Во-вторых, он говорит так, как будто доллар не может быть использован для этого. А фондовые и деривативные рынки недавно показали такие чудеса волатильности, что биткоину даже не снилось. В-третьих, какой идиот для того, чтобы совершить преступление, будет использовать публичную записную книгу, которая записывает и хранит любую когда-либо сделанную транзакцию, причем всегда. Кстати говоря, даже Джастин Сан отреагировал на этот твит. «Мистер президент, вас ввели в заблуждение неправдивые новости. Биткоин и блокчейн являются лучшим шансом для Соединенных Штатов. Я приглашаю вас на ужин с Уорреном Баффетом. Гарантирую, после него никто не будет знать крипту лучше, чем вы». Впрочем, давайте вернемся к тому, кто знает криптовалюту действительно лучше Трампа. Это Владимир Путин. Давайте посмотрим на то, что осталось незамеченным в 2018-м. Надеюсь, я смогу это изменить с вашей помощью. Это видео станет вирусным. Здравствуйте, меня зовут Артем Хохоликов, я блогер. И у меня вопрос к вам, связанный с криптовалютой. Этот вопрос интересует всю молодежь. Соответственно, первый вопрос, будет ли у России какая-нибудь своя криптовалюта. Второе, будет ли это как-нибудь контролироваться государством. И в-третьих, считаете ли вы, что в ближайшем будущем криптовалюта полностью заменит наши обычные стандартные деньги? Вопрос, который вам задали, он задан несколько некорректно, потому что своей криптовалюты у России не может быть по определению. Так же, как не может быть своей криптовалюты в любой другой стране. Потому что, если мы говорим о криптовалюте, то это то, что выходит за рамки национальных границ. Это первое. Второе, у нас так называемый майнинг, он не регулируется. И мы, в общем и целом, относимся к этому очень аккуратно. В подавляющем большинстве стран он не является, криптовалюта не является средством расчетов. Там где-то, говорят специалисты, эксперты, где-то в Японии что-то отчасти применяется, но в других странах это не работает. Вы знаете отношение к так называемым криптовалютам со стороны Центрального банка Российской Федерации. Центральный банк считает, что криптовалюты не могут быть средством платежа, расчетов, не могут быть средством накопления. И они ничем, эти криптовалюты ничем не обеспечены. Вот все это говорит о том, что мы должны относиться к этому очень аккуратно, осторожно. Но, тем не менее, в мире такое явление имеет место быть, оно развивается. Мы должны внимательно анализировать, смотреть, что происходит и посмотреть на каком-то этапе, как мы можем участвовать в этом процессе, как можем использовать это для того, чтобы в том числе, кстати говоря, избегать всяких ограничений в сфере международной финансовой деятельности. Вы просто вдумаетесь в то, что он сказал в этом моменте. Своей криптовалюты у России не может быть по определению. Так же, как не может быть своей криптовалюты в любой другой стране. Потому что, если мы говорим о криптовалюте, то это то, что выходит за рамки национальных границ. Своей криптовалюты у любой страны быть не может, потому что криптовалюта – это то, что выходит за рамки национальных границ. Неужели хотя бы один лидер, хотя бы одной страны этого мира наконец понял эту истину? Следующая резервная валюта наконец не будет контролироваться ни одним национальным государством. Путин понял, что такое децентрализация и что криптовалюта с этим тесно связана. Я не фанат Путина, но по-моему это круто. Всего лишь один маленький отрывок доказывает, что Путин знает, что такое биткоин и знает это намного лучше, чем могло бы показаться. И скорее всего, если президент России понимает, что такое биткоин, он владеет некоторым количеством монет, вероятно. Потому что все, кто понимает биткоин не как средство спекуляции, а как технологию, не могут избежать соблазна, чтобы не владеть хотя бы кусочком этого сладкого рулета. В 2019 году Путин пытался диверсифицировать Центральный банк России, который тогда накопил золотого запаса в размере 25% от американского. Кстати, на монтаже уже понял, что я забыл сказать, что полная статья будет у меня в Телеграме. Обязательно ее изучите, она достаточно интересная. Ссылка на Телеграм будет в описании под видео и в прикрепленном комментарии. Закуплено было золото по цене в 1300 долларов на 6 миллиардов долларов. Продали они по цене в 1500, это принесло около 1 миллиарда долларов дохода, что достаточно неплохо. Но что было бы, если бы эти 6 миллиардов долларов в то время Центробанк России вложил не в золото, а в биткоин? На то время, когда ЦБ России покупал золото, биткоин торговался на уровне 4000 долларов. Если бы он купил тогда биткоинов на 6 миллиардов долларов, спустя месяц инвестицию можно было бы продавать за 18. В итоге 12 миллиардов долларов, а не 1 миллиард, как в случае с золотом. Казалось бы, почему Путин не диверсифицировал эти инвестиции? А кто сказал, что он этого не сделал? Состояние Путина оценивается в сумасшедшие миллиарды долларов. Я даже не хочу их озвучивать, это куда больше, чем у Трампа. Это огромная сумма, которой нужно место для хранения. Вопрос стоит так, а может ли биткоин быть таким местом? Как мы помним, еще в 2017 году Путин загорелся идеей блокчейна. Поэтому почему бы России в его лице не отхватить кусок от очень ограниченного предложения биткоина в 21 миллион монет, из которых уже некоторая часть навсегда потеряна? Для России это особенно актуально, учитывая ее огромную территорию, на которой не везде есть доступ к банковским услугам. Что касается биткоина, то в отличие от банка ему не нужен посредник. Это мгновенные глобальные деньги, легко меняемые на фиатную валюту. Так что если Россия все еще не диверсифицировалась в ожидании того, что Землю затопит золотом, слетающих в космосе астероидов, то возможно это лишь вопрос времени, когда она это сделает. Исходя из всего этого, я почти уверен, что Путин владеет хотя бы какой-то суммой в биткоинах. И напоследок немного юмора. Я покажу вам один биткоин-адрес, который является связывающим звеном между миллиардером-инвестором Уорреном Баффетом, создателем криптовалюты Трон Джастином Саном и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Не стоит воспринимать это серьезно, просто кто-то решил пошутить. Хотя кто знает, кто знает. В июле 2019 года, во времена нашумевшего тогда обеда с Уорреном Баффетом, Джастин Сан предлагал Баффету, известному криптоскептику, сумму в один биткоин и почти 2 миллиона тронов. Иронично, что люди, которые следили за событием, набросали Баффету еще биткоинов и тронов. По актуальному на тот момент курсу Баффет получил почти 47 тысяч долларов в биткоине и троне. Один из адресов, с которого приходили транзакции, сейчас на вашем экране. Я не буду озвучивать, потому что в своих видео я ни разу в жизни не матерился. Поэтому просто покажу вам название этого адреса. Забавно то, что в англоязычных странах это событие породило волну конспирологических теорий, что это был самый настоящий Путин. Но мы-то, русскоязычные, знаем, что это на самом деле. И, кстати говоря, хочу вам напомнить под конец этого видео, что купить и продать биткоин можно на моем ресурсе exchangesumo.com. Быстро, оперативно, безопасно и выгодно. Все это по ссылке в описании. Да, это реклама моего сервиса, и я хочу, чтобы вы им пользовались. Ну, как любой создатель чего-либо, он хочет получить клиентов. Правильно? Правильно. Подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями, комментируйте. И обязательно богатейте. И берегите свое здоровье. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова